всем привет уважаемые подписчики и зрители канала с вами армаг и сегодня начнем с вами небольшой такой цикл видео уроков для полных новичков чтобы они могли ознакомиться с особенностями игры научиться настраивать игру разбираться в самой игре но и в принципе получить такой толчок для того чтобы стать будущими папашками но учиться играть на топовом уровне я советую уже после этого толчка у серьезных игроков которые играют на том самом топовом уровне первое что мы с вами изучим это мы пробежимся по версии героев меча и магии 3 дыхание смерти простонародье его называют сот что сокращенно от щадов of the at рассмотрим что здесь находится в папочке какая папочка за что отвечает и так далее сразу как только вы заходите в папку с игрой вы видите примерно такую ситуацию если она у вас с установленным hd модом к не что здесь есть примечательного первое у вас есть сами герои меча и магии которые если вы запустите они запустятся причем запустятся в полный экран пользоваться таким методом я не особо советовал бы вам поскольку во первых вам придется смотреть все заставки играть со стандартным разрешением 800 на 600 не будет исправление большого количества багов будет идти при первом запуске тестирование игры при первом запуске будет показываться ролик с катерина из компании который тоже нельзя будет пропустить все эти моменты можно например пропускать играя с hd модом так что думаю его плюсы в принципе для вас должны быть на лицо далее у вас есть ярлычок герои 3 hd это ярлычок героев через который вы тоже можете запускать но но опять же это больше для тех кто уже настроил все необходимое в своем лаунчере игра запускается с этими настройками лаунчер hd лаунчер он так называется основной ярлычок которым вы будете пользоваться для запуска помимо этого есть экзешка тоже для запуска редактора карт вы можете здесь создавать свои пользовательские карты в принципе я показывал как это делается в одном из видео уроков можно генерировать случайные карты если выбрать вот генерировать случайную карту вот она у вас появилась можно доработать ее как-то поизменять и так далее выставлять всяческие настройки помимо этого есть h3 map big это пофикшенная версия редактора карт здесь нельзя генерировать случайные карты но у него свои особенности здесь размеры карты можно выставлять гораздо больше то есть пишутся здесь такие размеры но на самом деле гораздо больше двести пятьдесят два на двести пятьдесят два точкам получается максимальная карта так что вы можете просто громаднейшие карты создавать также лежат вот эти вот файлики с описанием тем как пользоваться редактором карт и редактором компании для тех кто хочет создавать компании также есть вот такой вот файлик 100 turbo это экзефайл обычных героев через которые тоже можно запускать герои но запускать его можно только через hd лаунчер я потом покажу как это делается и пользуясь вот этим вот сот turbo вы очень сильно ускорить и анимацию в игре то есть все юнити юниты будут в бою быстрее ходить и таким образом вы сэкономите себе много таймера по поводу таймеров мы с вами тоже еще поговорим если будете скачивать мою сборку игры то у вас будет лежать папочка текст и справочная информация здесь вы найдете много интересных документов где вы сможете почитать про героя меча и магии сможете в целом посмотрели это интересные моменты узнать о игровой механике например в том же физмиги до посаду какие-то стратегии почитать тоже много интересного в общем для новичков самое то также здесь присутствует редактор шаблонов в котором можно открывать те или иные шаблоны и в этом случае смотреть как они работают но шаблонах мы тоже с вами поговорим позже и полезные программки для тех кто хочет научиться вносить какие-то изменения в герои работать с героями там есть всякие калькуляторы охран есть вот калькулятор урона далее папочка random maps здесь хранятся все случайные карты которые вы начинаете если при запуске вам будет вот так вот показывать то есть вы не можете запустить эти карты значит карта была создана с паролем в героях можно играть с паролями для того чтобы против вас не читерили соперники потому что если вы начнете без вот например запустим героем нажмем открыть перейдем в папочку random maps в героях вот переходим в герои давайте немножко растянем вот random maps до случайно созданные карты когда вы с соперником начинаете или с компьютером неважно здесь появляется новая карта ее можно попробовать открыть вот если карта была без пароля вот это с паролем видите она не открывается давайте попробуем найти какую-нибудь карту вот вот это видите полностью открылась то есть если вы будете играть без пароля ваш соперник таким вот образом открывает всю карту и наблюдает где что находится куда ему идти где бежать к вам откуда ожидать вас собственно и так далее это читерство map хаки таким пользоваться конечно же нельзя поэтому обязательно ставим галочку для игры с паролями далее папочка mp3 здесь хранятся все музыкальные треки из героев меча и магии можно слушать любым аудио плеером вытягивать отсюда музыку можно ставить свою музыку в герои то есть если вы будете заменять какие-то треки внутри героя вам достаточно убрать трек например rampart это upload да убираете оплотов скую музыку скидывайте сюда любой другой трек формате mp3 называйте его точно так же rampart mp3 и в этом случае когда вы будете заходить в оплот будет играть ваш новый музыкальный трек это довольно интересно можно под себя отдельную сборочку сделать еще один интересный момент для тех кто хочет герои носить у себя на флешке например но при этом чтобы они занимали поменьше места можно удалить все вот эти вот музыкальные треки которые здесь есть в героях просто не будет музыки и что самое главное герои при этом все равно будут продолжать запускаться далее папочка maps здесь хранятся все обычные карты в которые тоже можно поиграть которые тоже можно открыть посмотреть их тоже через редактор карт давайте с вами это даже провернем посмотрим вам наглядный пример опять же в папочку заходим заходим папочку maps вот здесь есть огромное количество самых разных карт давайте любую откроем это карты которые делали реальные люди не генератор случайных карт кто-то скачивал например огромное количество карт более 4000 для героев вы можете найти на портале heroes portal . нет там ребята занимаются тем что собирают многие карты и вы можете вот такие вот карты на прохождение играть с друзьями или просто сами с компьютером на прохождение есть также разные компании которые можно попробовать сыграть можно самому даже попробовать какие-то компании делать опять же если у вас на это есть какое-то желание по моему вот этот вот файлик он отвечает за создание до редактора компании вот через вот этот вот файлик то есть сначала как вы делаете вы создаете сами карты через обычный редактор карт а потом через редактор компании вы эти карты соединяете по уровням чтобы каждая карта была отдельным уровнем которые в редакторе компании можно будет выставить их порядок и ваш соперник будет ну не соперника игрок который будет играть вашу созданную компанию он будет играть ваши карты тоже довольно интересный момент едем далее папочка games здесь хранятся все игры которые вы в общем то играли если у вас стояла галочка на сохранение каждого игрового дня или сохранение battle файлов что такое battle файлы если вы в лаунчере поставите галочку то перед каждым боем игра будет сохраняться таким образом если произойдет какой-то вылет или какая-то беда можно будет загрузиться с этого battle файла battle файлов всего лишь два gm2 это последний battle файл gm1 это с какой-то предыдущей игры battle файл больше двух их быть не может поэтому не начинайте кучу игр или делаете копии этих battle файлов себе в какой-нибудь папочке вам это на будущее пригодится автосейв это файлики которые делают игра автосохранения она сохраняет последний ход который вы походили с него тоже можно будет в какой-то момент загружаться но не последний перед последней битвой как это делается в battle файле а просто последний ход который вы уже сумели со своей стороны походить или не походить там уж по-разному это же gm2 это там где вы походили уже а gm1 это либо предыдущая игра либо предыдущее сохранение плюс ваши сохранения вы можете называть как хотите но это уже непосредственно в игре делается для того чтобы знать где и с кем вы как играли едем далее есть папочка passwords в этой папочке сейчас мы с вами посмотрим находятся все ваши пароли когда вы играете с паролями против того или иного игрока вы можете посмотреть дата игры написано время когда вы начинали игру ник первого игрока ник второго игрока то есть с кем вы играли и ваш пароль поэтому вы сможете всегда дать пароль после игры с соперником сопернику для того чтобы он попробовал загрузиться и посмотреть какие у вас были расклады это хороший тон меняться паролями после игры потому что и вам интересно посмотреть какой расклад был у соперника и проверить его на читерство играл он честно или нет и сопернику точно так же будет интересно посмотреть на расклады выиграл он на скиле или просто ему сдало намного лучше но и заодно тоже будет иметь возможность проверить читер вы или нет если вы пароль не даете у вас будет скажем так плохая карма среди герой щиков вас будут считать каким-то мутным игроком лучше этого не делать так в папочке рандом после нового обновления хранятся все игры вот например у меня например игра была с волхом да вот она здесь находится нажимаем на нее видим что мы играли с кирмишем 200 время дата когда мы играли и каждый игровой день абсолютно каждый видите да и 111 это первый месяц первая неделя первый день дальше первый месяц первая неделя второй день первый месяц первая неделя третий день и так далее таким образом вы можете с любого дня загрузиться и посмотреть какова была ситуация в тот или иной момент тоже довольно таки удобно это же кстати здесь по моему пасворда а нет здесь пасворда нет раньше хранились еще здесь папочках тоже текстовые документы с паролями сейчас этого уже не делается ну в принципе согласен что уже особо незачем но это если случайные карты вы играете тогда рандом если не случайные карты играете тогда у вас будут еще папочки с названием той карты которую вы играете в общем это очень удобно далее переходим папочку дата здесь основные игровые файлики находятся которые нужны для игры здесь хранятся видео из игры здесь у нас хранятся спрайты и игровая графика есть даже в общем то программы которые хранятся вот этой вот папочки о которой мы говорили с вами программы можно зайти вытянуть или поменять любую графику в игре поменять например иконки героем можно при желании вид объектов каких-то изменить юнитов и так далее в общем все что захотите array text довольно интересный тоже файлик в котором есть много настроек но если вы не разбираетесь лучше сюда тоже в принципе не лазить ну и в целом папочка мало интересное теперь перейдем к самой интересной папочки если у вас установлен hd мод не бойтесь название вы будете думать что герои очень сильно меняются если установить hd мод на самом-то деле сама игра особо не меняется как таковая но во первых исправляется огромное количество багов поверьте они очень критичны мы с вами эти баги сейчас рассмотрим даже наглядно помимо этого появляется целый ряд горячих клавиш которые ускоряют процесс игры то что вам раньше приходилось делать долго сейчас можно сделать быстро поэтому и вы меньше таймера теряете и сопернику приходится меньше ждать герои довольно медленная игра поэтому давайте уважать друг друга переходим в эту папочку нас здесь интересует в общем-то несколько папочек первая таланг здесь хранятся файлики с разными переводами игры далее папочка пакс здесь хранятся разные плагины или моды которые вы хотите подключать героям они должны находиться в отдельных папочках и в папочках лежат собственно сами файлики виде вот таких вот дл лак как вы назовете саму папочку с тем или иным плагином так она будет называться и в самом лаунчере игровом и templates здесь хранятся шаблоны и так что же такое шаблоны ребят шаблоны это схема для генератора карт по которой он будет создавать ту или иную случайную карту дело в том что шаблоны были в игре всегда единственное раньше об этом не знали и вы выстраивали настройки для игры и генератор карт выбирал случайный шаблон а их было очень много под ваши настройки и вы его играли в описании карты можно было посмотреть название шаблона но раньше на это особо не обращали внимание сейчас же в интернете можно найти схемы под разные шаблоны можно самому создавать шаблоны как обычные таки зеркальные обычные шаблоны это когда ну вот просто создается случайная карта и вы ее играете зеркальные шаблоны это когда создается карта наверху для красного игрока а потом она полностью копируется для игрока в подземке то есть подземки будет находиться не подземка а точно же такая карта как наверху получаются абсолютно одинаковые расклады никто не может жаловаться что ему сдало хуже но есть один минус вам придется играть одинаковыми городами по-другому ребят никак помимо этого